Добрый день, уважаемые дамы и господа. Мы провели с министром иностранных дел Республики Беларусь Владимиром Владимировичем Макеем доверительные и очень подробные переговоры. Обсудили непростые внутриполитические события в Беларуси и ту ситуацию, которая складывается вокруг них. Нас не может не беспокоить эта ситуация, поскольку Минск, Республика Беларусь, наш стратегический союзник, и мы строим общие союзные государства, благотворно взаимодействуем на самых разных направлениях, включая участие в многосторонних объединениях на постсоветском пространстве. Это и союзные государства, и Евразийский экономический союз, организации договора коллективной безопасности и содружества независимых государств. У нас подтверждены те оценки, которые были высказаны президентами России и Беларуси в том, что касается происходящего Республикой Беларусь, пожалуй, впервые столкнулась с серьезной угрозой дестабилизации, и эта дестабилизация, эти усилия происходят не без самого энергичного вмешательства извне. Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Беларуси со стороны ряда зарубежных государств, которые одновременно открыто оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов. И стране, и народу, и руководству Беларуси навязываются сомнительные идеи о посредничестве, в том числе по линии ОБСЕ, которая сама переживает глубокий кризис и нуждается в реформировании, и которая, если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами президента Республики Беларусь. Ну и к этому добавляется напряженность по линии Евросоюза, НАТО, оттуда звучат достаточно деструктивные заявления, ну и мы видим активность, конечно, Североатлантического альянса, в том числе вблизи границ Беларуси, которые также являются внешними границами союзного государства. Россия с самого начала заняла взвешенную позицию по отношению к белорусским событиям, и сегодня мы эту позицию четко в очередной раз подтвердили. Считаем, как подчеркнул Владимир Путин во своем недавнем интервью, президентские выборы состоявшимися и рассчитываем на скорейшую нормализацию обстановки через диалог при соблюдении норм действующей Конституции Республики Беларусь и при уважении правопорядка. И, конечно же, считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, навязывание, как я уже сказал, назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского руководства. Считаем принципиально важным позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем. И в этой связи считаем, как мы уже не раз говорили, и президент это упоминал, весьма перспективной инициативой президента Лукашенко о проведении конституционной реформы. Мы полагаем, и наши контакты с белорусскими друзьями это подтверждают, что такой политический процесс может стать полезной площадкой для общенационального диалога и может способствовать преодолению нынешней ситуации и обеспечить нормализацию обстановки и стабилизацию общества. Добрый день. У меня Белорусское телеграфное агентство. У меня вопрос к обоим министрам. Планирует ли Беларусь и Россия совместно на международных площадках, международных организациях поднимать вопрос о вмешательстве третьих стран во внутренние дела Беларуси после состоявшихся президентских выборов? Спасибо. Мы считаем происходящее внутренним делом Республики Беларусь, поэтому мы не инициируем каких-либо дискуссий на многосторонних площадках. Другое дело, что некоторые члены соответствующих организаций, в том числе в ОБСЕ и в ООН, пытаются всячески интернационализировать происходящее в Республике Беларусь, пытаются через эту интернационализацию оправдать назойливые попытки по навязыванию посреднических услуг, в частности по линии той же ОБСЕ. И все это прозвучало, когда по инициативе вот этих вот стран, среди которых близкие соседи Беларуси с западной стороны, собрали постоянный совет ОБСЕ не так давно, а в Нью-Йорке Эстония, которая сейчас является непостоянным членом сайта безопасности ООН, организовала неформальную встречу по так называемой формуле Ария, что предусмотрено договоренностями с существующими между делегациями в Нью-Йорке, для обсуждения, опять же, событий в Республике Беларусь. Оба этих мероприятия и в ОБСЕ, и в Нью-Йорке использовались для агрессивных, я бы сказал, даже грубых требований к Республике Беларусь, отменить результаты выборов, полностью признать победу оппозиции. В общем, все то, что любому непредвзятому наблюдателю понятно является провокационными заходами. На этих заседаниях и в том и в другом случае российской делегации, делегации Республики Беларусь, которая участвовала в работе постоянного сайта ОБСЕ, свою позицию изложили четко. Мы будем так поступать и впредь, когда те, кто пытается раскачать обстановку в Беларуси, те, кто уже не один год пытается путем таких неуклюжих заигрываний с Минском, очевидных для всех, оторвать Беларусь от Российской Федерации, подорвать основу функционирования союзного государства, будем достойно и твердо отвечать. Отвечать на основе фактов, на основе требования, отказаться от какого-либо вмешательства во внутренние дела этой страны и исходить из того, что любые проблемы должны решаться на основе Конституции Республики Беларусь при уважении тех норм правопорядка, которые в ней существуют. Я хотел бы сказать два слова про журналистов, которые освещают различные ситуации в различных странах. Мы, конечно же, озабочены тем, что некоторые из российских журналистов, которые работали в Беларуси и продолжают работать, подвергались задержаниям, в том числе не самому такому аккуратному. Мы каждый раз обращались к нашим белорусским коллегам, они реагировали оперативно, все журналисты, которые были задержаны, были отпущены, в том числе и те, у кого не было аккредитации, а соблюдать нормы журналистской работы в любой стране необходимо. Мы не раз от имени Министерства иностранных дел делали такие заявления, и мы будем отстаивать права наших журналистов, которые работают на основе законодательства соответствующей страны, будь то в Беларуси, будь то, как мы это делали в той же Франции, когда были нападения полицейских, и когда трое наших журналистов из, по-моему, Арте и Риа Новости были ранены, так же мы делали и поступали, и вот когда корреспондентку спутника ранили резиновыми пулями недавно у Белого дома посреди Вашингтона. И мы сегодня подчеркнули еще раз, и получили заверение со стороны наших белорусских коллег в необходимости обеспечивать работу российских журналистов, которые имеют соответствующую аккредитацию и действуют в рамках правового поля. Я, кстати, читаю регулярно «Коммерсант», который Вы представляете, и очень подробные репортажи Андрея Колесникова, который просто как регистрирует действительность, общается с людьми, которые выходят на площади. Там очень много интересных наблюдений, когда молодежь просто объясняет, почему они вышли на эту площадь, почему они хотели бы, чтобы их голос был услышан. Это действительно, судя по материалам и «Коммерсант» и других наших средств массовой информации, мирные люди, которые просто хотят, вот как я уже сказал, хотят быть услышанными. Но мы также видим и знаем доподлинно те вещи, которые не попадают на страницы газет, о тех людях, которым корреспонденты наших изданий и изданий других СМИ не имеют доступа, но которые очень заинтересованы, чтобы эти мирные протесты сорвались в конфронтационную спираль. Есть подтвержденные сведения о том, что подобная деятельность ведется с территории Украины. Там есть и трезубец Степана Бандеры, и С-14, есть национальный корпус, есть правый сектор. Все эти структуры активно занимаются провоцированием радикальных действий в Минске и в других городах Белоруссии, финансируют соответствующие мероприятия, науськивают тех, кого они считают перспективными экстремистскими лидерами, к тому, чтобы они вносили силовые элементы в то, что происходит в ходе демонстрации в белорусской столице. И на Украине есть лагеря подготовки таких экстремистов и, по нашим данным, в Волынской области, в Днепропетровской области. И уже, мы вот сегодня обсуждали, я уверен, что наши спецслужбы должны этим заниматься, более предметно они в контакте друг к другу находятся. По нашим оценкам, порядка 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь. Поэтому, еще раз подчеркну, наша позиция заключается в том, чтобы никто не мешал самим белорусам договариваться между собой. И был вопрос еще? Встреча, возможность оппозиции. А, насчет обращения Координационного совета к российскому послу и в российское посольство в Минске с предложением провести встречу. Вы знаете, мы относимся к Республике Беларусь как к суверенному государству. И относимся к любой структуре, которая там создается или провозглашается, как к структуре, которая обязана законно соблюдать. Мы не знаем, как был сформирован Координационный совет. Многие из тех, кого объявили членами этой структуры, узнали об этом уже постфактум. Некоторые уже успели заявить о том, что они выходят из этой структуры. Я не хочу никаких делать оценок, поносить каких-то вердиктов, но некоторые фамилии из того списка, который был объявлен в качестве состава Координационного совета, нам знакомы. И целый ряд этих фамилий ассоциируется у нас с личностями, которые выступают за культурный разрыв с Россией, за использование лозунга белорусизации для ущемления русского языка, которые выступают за то, чтобы поменьше сотрудничать с структурами, созданными на постсоветском пространстве, включая идеи выхода из ЭДКБ, из Евразийского экономического союза, присоединения к НАТО. Ну и мы знаем заявление, ну по крайней мере одного из членов Координационного совета о том, что русский это народ подлец, и что Белоруссия никогда не была Россией, Белоруссия всегда была Польшей. Я еще раз подчеркну, это заявления, высказывания, которые звучали из уст ныне сформированных в Координационный совет деятелей на предыдущих этапах их карьеры, но тем не менее это характеризует взгляды, как минимум, некоторых из участников этого процесса. Не забудем мы о том, что до сих пор нет внятных объяснений со стороны лидеров этого механизма по поводу той программы, которая висела на сайте Светланы Тихановской, и которая подтверждает нацеленность именно на антироссийскую работу, и которая потом быстро исчезла. Нет внятных объяснений, что же все-таки произошло, и что же все-таки на самом деле является программой этого совета. В этих условиях мы искренне считаем, в общем-то, что нам ни к чему встречаться с представителями, которые запрашивают подобные контакты, до тех пор, пока они не сформируют свою структуру в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Мы, как вы сказали, работаем в разных странах с оппозицией, но с оппозицией, которая сама функционирует в легальном, в правовом поле. Еще одна характеристика, между прочим, Координационного совета, на каком-то этапе, когда первые демонстрации начались, первые противостояния с правоохранительными органами, там же звучали прямые призывы к правоохранителям нарушать присягу, изменять присяги, переходить на сторону народа, как они выражались, и мы вам за это заплатим. Но мне кажется, это уже просто уголовное преступление. И квартиры дадим. И квартиры дадим, да. Так что мы хотим сначала понять, что это за люди, которые себя презентуют как единственные родители за будущее белорусского народа. Здравствуйте, уважаемые министры. Сергей Викторович, Вы неоднократно уже, в том числе и сегодня, говорили о вмешательстве третьих сил во внутренние дела Республики Беларусь. Скажите, а как Россия должна поступить в этой ситуации? Какие цели и задачи ставит перед собой Москва по урегулированию ситуации у наших друзей? Спасибо. Мне кажется, уже все было сказано, в том числе и президентом Российской Федерации, и в его недавнем интервью, и по итогам его телефонных переговоров с президентом Республики Беларусь, мы убеждены, что только один существует вариант, это прекратить любое вмешательство во внутреннее дело Республики Беларусь. Мы убеждены, что те инициативы, которые выделил президент Лукашенко о проведении конституционной реформы, при продвижении этих инициатив в рамках общенационального диалога, с привлечением тех вот, кстати, и рабочих на промышленных предприятиях, которые недавно посещал президент Беларуси, с привлечением студентов и тех самых молодых людей, которые мирно гуляют по улицам Минска, но только чтобы законы они не нарушали. Вот что этот процесс, он весьма и весьма перспективен. Нужен общенациональный диалог, к которому руководство Беларуси готово. И те, кто пытаются всеми правдами и неправдами спровоцировать беспорядки, спровоцировать нарушения законов, они прекрасно понимают, что такой национальный диалог оставит их на обочине истории. Поэтому они и пытаются свести все к экстремистским провокациям, пытаются спровоцировать правоохранителей, чтобы, не дай бог, как им кажется, Беларусь спокойно восстановила нормальную жизнь повседневную во всех своих городах. И мы будем категорически пресекать подобного рода попытки, тем более попытки использовать многосторонние структуры, в которых Россия и Беларусь участвуют, для того, чтобы такими провокациями заниматься. Спасибо.